Под ненавязчивый стук мячика по теннисному столу куется победа в спартаке 1. Александр Старцев сегодня в лидерах. Однако еще три года назад о спортивных достижениях он и подумать не мог. В инвалидном кресле мужчина с 2002 года. После автокатастрофы ему пришлось учиться жить заново. Спорт – одно из немногих увлечений, которые приносят Александру радость. Правда, сначала добираться на тренировки было нелегко. Все изменилось, когда сам начал водить авто. Отучился на права, появилась машина, начал ездить на тренировки своим друзьям, знакомым. До этого машины не было, поэтому не играл ни в что. Спорт, работа, тренировки – все. Больше ничего нет у меня в жизни. Спортивные тренировки и соревнования для людей, которые ежедневно борются со своими недугами – не только шанс проявить себя, но и ценная возможность пообщаться. Раз в год только на Спартакеаде мы можем увидеться, как-то пообщаться, посмотреть друг на друга. Вот он, ты приехал, Слава. Если приехал, значит все хорошо у человека. Понимаете, или пришел на Спартакеаде, значит у человека более-менее нормально все в жизни, жив и здоров. Те же, кому просто общения мало, очень ярко проявляют себя в спорте. Виталий Радченко занимается армрестлингом много лет подряд. Поэтому неудивительно, что первые места на городских и областных соревнованиях даются ему уже легко. Привозил кубки и со всероссийских состязаний, и на достигнутом останавливаться даже не думает. В моей жизни спорт занимает значительное, крупное место. Я стараюсь, я мечтаю поучаствовать в чемпионате мира, хочу проявить силу. Это жизнь моя. Это смысл. Редактор субтитров А.Семкин